Здравствуйте! Сегодня поговорим о продуктах, которые повышают тестостерон. Очень популярная тема в интернете, значит, забивать в Google. Продукты, повышающие тестостерон. И вылетают статьи, видеоматериалы там. 5 продуктов, которые повышают тестостерон. 5 продуктов, которые понижают тестостерон. 20 продуктов, которые повышают то, да, сё и это самое. И что я вам хочу сказать? Хочу вас разочаровать, потому что это всё постная фигня. Конечно же, заманчивая идея что-то съесть и повысить тестостерон. Но она не работает, потому что вы можете хоть вёдрами есть продукты, которые повышают тестостерон, но на самом деле они повышают ровным счётом ничего. И даже в тех случаях, когда вы начинаете употреблять рекомендуемые списки продуктов, и у вас чуть-чуть повышается тестостерон, то дело не в том, что эти продукты его повышают, а дело в том, что продукты закрывают недостающее звено в вашей системе питания. Например, если человек годами не ест зелени, не ест фруктов, не ест овощи, питается кофе, булочки, бутерброды, хот-доги, ну иногда может съесть какой-то лист салата в шаурме или в этом, в хот-доге, значит, и чуть-чуть капусты в шаурме. И вот так вот человек питается годами. И тут он натыкается на статью, там, 5 продуктов, которые повышают тестостерон. Причём это могут быть абсолютно любые продукты от балды. Абсолютно любые овощи, фрукты добавляешь, резко повышают тестостерон. То же самое, например, человек не пьёт воду, почти не пьёт воду, либо не пьёт кофе, чай, кофе, чай, борщ, суп, кофе, чай. И тут начинает он пить воду. С утра стаканчик выпил, днём стаканчик, перед сном стаканчик. Ну и просто помнит о том, что такое вода, чистая, прозрачная, без газа и всяких примесей. И поддерживает нормальный водный баланс в организме. Повышается тестостерон, блин. Дальше. К примеру, человек питался одними углеводами. Булочки, бургеры, булочки. Бургеры, ну в бургерах что-то есть, там чуть-чуть белка, но он никакой. Колбаса, сосиски, булочки. Ну в основном углеводы, короче говоря. Дерьмовое питание на дерьмовых углеводах и чуть-чуть дерьмовых белков. И тут он начинает есть мясо. Блин, тестостерон взлетает. Что же произошло? На самом деле человек просто чуть-чуть улучшил свое питание. Вот и все. То есть можно и при помощи воды его улучшить, и при помощи каких-то продуктов питания, при помощи фруктов, овощей, зелени. То есть вы просто закрываете недостающее звено. Вот и все. И организм ваш начинает нормально работать. В то время как на дерьмовой еде он как-то пытался перебиваться. Также можно улучшить пищеварение. Тестостерон повышается. Можно делать зарядки по утрам. Он тоже повышается, потому что повышается обмен веществ. Организм просто начинает нормально работать. Значит, в тех случаях, когда приводятся аргументы. Ну, научно доказано, исследования там, клинические испытания, все дела. Если взять 10 балбесов, которые питались, так как я объяснил, никак. Одни пирожки, дерьмовые углеводы, значит, иногда колбаса, в которой почти нет нормального белка. И, значит, не ели почти фруктов и овощей. И тут, значит, закрывают их, значит, где-то закрывают их в клинике на стационаре. И кормят их, например, листьями салата или сельдереем. Добавляют туда помидоры, огурцы. И что наблюдается? Тестостерон повышается. Почему? Да просто потому, что они получают более полноценное питание и организм нормально работает. На самом же деле, если бы те или иные продукты повышали бы тестостерон, то они бы повышали его у всех. И у женщин, и у детей, и у мужчин, а не только у мужчин. А в тех случаях, где мужчина ест, к примеру, зелень, у него повышается тестостерон. Да просто потому, что она ему нужна. Ему нужна зелень для нормальной жизнедеятельности. Потому что мужчины больше работают, у них больше моральных нагрузок. И поэтому им нужно полноценное питание, хорошее пищеварение, хороший обмен веществ. И зелень, овощи и фрукты помогают подталкивать все эти процессы. Поэтому не верьте, что съев какой-то фрукт, просто добавив какой-то продукт в свою еду, у вас там начнет залетать тестостерон. Не начнет. Ну, конечно же, если у вас питание было абсолютно дерьмовое, то, естественно, конечно же, ваш организм заметит это. И у вас не только повысится тестостерон, еще и эндорфины. Ну, вы будете просто лучше себя чувствовать, веселее будете себя чувствовать и так далее. Поэтому, что реально может повышать тестостерон, так это полноценное питание. Это физические нагрузки, регулярные физические нагрузки, правильные физические нагрузки, физическая активность регулярно, потому что без физических нагрузок, без физической активности очень сложно добиться хорошего пищеварения. Без хорошего пищеварения нельзя добиться правильного питания. Ну и почему-то никто не говорит о ряде психологических факторов, которые очень круто взвинчивают тестостерон Возможно, у меня будет настроение, я запишу отдельный видеоролик по этому поводу Но я писал статьи, на самом деле есть ряд других фишек, которые очень круто повышают тестостерон Но это видео, скажем так, не об этом Поэтому если вы наткнетесь на какую-то статью, где написано, что ешь там какие-то продукты И что-то там повысится, снимай лапшу с ушей и просто нормально, полноценно питайся И не отвлекайся на все эти провокации, которые по большому счету не стоят никакого внимания Потому что статьи, в которых написано, что такие-то продукты повышают тестостерон Это написано балбесами, для балбесов Вот, а на сегодня все Если вам понравился мой топорик, ставьте лайк И подписывайтесь на мой канал, конечно же Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok